Тема доклада. Вероятностное программирование. Преимущество Байесовского. Байесовского? Байесовского. Хорошо. Team Lead Senior Developer в Logisify. Хорошо. Слово вам. Все, спасибо. Меня слышно, я надеюсь. Тут все немножко приглашено в колонках. Большое спасибо, кто остался до сих пор сидеть. Уже весь день мы тут сидим, слушаем доклады. Уже кто-то подустал. Так что отдельный вам душевный респект за то, что до сих пор тут сидите. Я приехал сюда из города Херсон. Там есть программисты. Не очень много, но есть. Есть несколько IT-компаний и даже, как видите, кто-то делает вид, что занимается машин-лернингом. Вот. О чем будет сегодняшний доклад? Я здесь написал заумно, чтобы привлечь аудиторию к себе. На самом деле я вам хочу рассказать о том, как я борюсь со страхами и неуверенностью. Когда кто-то показывает, как работает нейросеть, я прям испытываю такой детский восторг. Потому что мы вводим пару команд в консоли и потом видим, как на видео в реал-тайме люди оборачиваются квадратиками цветными. И это прям очень круто. Но меня это пугает, потому что я привык думать о компьютере, о очень простой машине, о детерминированной машине. И там, ну вот, да, он умеет плюсовать, складывать, что-то в регистр положить. Как он людей квадратиками обводит, я не понимать. Вот. Поэтому сегодня я попытаюсь сделать на одну ступенечку ниже, рассказать о тех вещах, которые лежат внутри. Но чтобы это не было банально и скучно, это будет не про какую-нибудь линейную регрессию, а про умный байсовский подход. Итак, значит, я вам сегодня расскажу про одну чудо-библиотеку и какие проблемы с помощью нее можно решать. Поэтому давайте сначала, поскольку я обещал, что мы не говорим про нейросети и заумные подходы, мы опустимся чуть-чуть ниже к теории вероятности. Я подхожу издалека просто очень к задаче. Итак. О, ничего не видно. Значит, здесь написано Frequentist Way of Thinking. Что это значит? Как нас всех учили в школе воспринимать вероятность? Как частоту какого-то события? То есть, если мы хотели оценить, с какой вероятностью пассажирский самолет упадет на землю, мы говорили так, ну вот тысячу рейсов, из них один упал. Значит, нам надо поделить одно на другое, мы получаем, что вероятность там 0,1%, условно говоря. Все очень хорошо, это довольно понятно, потому что рассказывают нам это классе, наверное, так в шестом, если я не ошибаюсь. Однако, как судить о событиях, у которых у нас нет наблюдений? Или же они просто случаются крайне редко? К нам когда-то приходил стартап HealthCare. Я точно не помню название заболевания, которое они изучают. Что-то там с врожденной патологией коронарной артерии. И знаете, там очень воодушевленный такой был инженер. Он говорит, к сожалению, у нас мало данных. Люди очень редко умирают от этого заболевания. Поэтому у нас есть 64 описанных случая болезни. И в год добавляется еще 1-2. То есть, он приходит и говорит, мне все предлагают small data, big data, а у меня small data. Что мне делать? Как мне пытаться эту задачу атаковать? И вправду, если мы посмотрим на события, которые случаются редко, то вот этот классический подход, опирающийся на чистоту, он не очень работает. Но давайте я это проиллюстрирую. Значит, что я сделаю? Я сделаю повторю пример и сымитирую 30 подкидываний обычной монетки. Вот. У меня здесь есть из NumPy биномиальное распределение, которое единица с вероятностью 50%. И с 50% вероятностью 0. То есть, 30 подбрасываний, 50% вероятность. Ну и как вы думаете, я сейчас увижу 15 орлов, 15 решек? Нет, не увижу. В данном эксперименте я получил 17 и 13. Не похоже. Если нарисовать распределением, то наблюдаемая моя вероятность, она на самом деле не 0,5. Она, вероятность орла, она у нас где-то там 0,43 на моем наблюдении. Ну давайте, ну 30 очень мало. Давайте попробуем больше. 1, 5, 10, 20, 50. Все равно мало. 100. Опять не попал. 500. Опять мимо. Ну вот смотрите, все равно мимо. И вот у меня 1000 подбрасываний, и вот только тут, видите, во втором знаке я получил 0,5. Вы можете сказать, ну да, это же допущение реального мира, а может монетка там неравна, нечестная монетка, у нее есть смещение, или сквозняк дует, или еще что-то. Но это же вероятность, неправильно ее вот так вот оценивать. Но я-то оценил 50%, и вы оцените 50%. Соответственно, вот есть проблема. Что? Вот тут написано Боясин. На контрасте не видно, к сожалению. Надо было цвета менять. Итак, как предлагается думать о вероятности с Боясовской точки зрения? Кстати, вот в тему предыдущего доклада про историю становления машинного обучения Бояс приложил к этому непосредственную руку, и было это в 1700 каком-то там году. Я цифры не так хорошо запоминаю, к сожалению, поэтому не помню в каком. Ну, в общем, что он говорит о вероятности? Он предлагает рассматривать вероятность как вашу уверенность в том, что событие произойдет. Вашу личную, как человека, который пытается оценить вероятность наступления того или иного события. И знаете, что интересно? Она субъективна. Если вы… Я специально пошел и посмотрел, какая нормальная температура тела бобра. Вот. Ваше мнение касательно нормальной температуры бобра и мое, скорее всего, будет отличаться. Потому что я, например, знаю, какая она нормальная, а вы можете не угадать. Соответственно, ну вот эта вещь субъективна о том, насколько я верю в том, что 38,6 – это нормальная температура бобра. И поэтому байсовский подход говорит следующее. Я приведу хороший пример. Он связан с программированием. Я все-таки считаю себя программистом. И как думать по-байсовски? Я написал код. Обычно я пишу код с багами. У меня отчет с первого раза никогда не получается сделать прямо все как надо. И я, зная, что я обычно пишу с багами, я говорю наперед. Значит, вероятность того, что баги там есть, она почти стопроцентная. Вот мне кажется, 95, потому что всегда там баги есть, всегда что-то находят или в Explorer не работает. Вот это вот то, что я оценил, мое изначальное ожидание, это называется prior, мое изначальное предположение. Дальше байсовский подход говорит о том, что мы должны учесть данные какие-то. Какие данные у меня могут быть в работе? Я беру и пишу unit test, который проверяет, я не знаю, базовый positive case. Он проходит. Я начинаю думать, ага, все не так плохо. Потом я пишу еще один positive case test. Потом я пишу, я не знаю, тесты, которые покрывают какие-то краевые случаи. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, пока я пишу больше и больше тестов, я начинаю верить в том, что код, который я написал, работает все-таки правильно. Опять же, верить. Я никогда не буду знать наверняка, правильно он работает или нет, но я начинаю больше верить. И вот этот подход, он довольно натурален для всех нас с вами. Вы приезжаете на автосервис, вам говорят, что нужно починить коробку. Вот, у вас были проблемы, я не знаю, плохо включала задняя передача. Вам говорят, что нужно починить коробку, говорят, что они ее починили, и вы начинаете верить, что машина все хорошо. И вот этот байсовский подход, он очень нативный для нас, но на самом деле то, как я его только что описал, мы формулируем изначальное предположение, нашу веру то, какая вероятность того или иного события, и потом корректируем ее относительно новых данных, новых каких-то наблюдений. То есть, соответственно, если я, например, ну давайте какой-нибудь объективный и очень понятный пример. Я верю, что солнце не встает на востоке. Это, ну очевидно, это ошибочно, вы же все наблюдаете другое, но у меня вот такой вот приор мой. Каждый день я провожу наблюдения, и оказывается, что я все-таки ошибаюсь. То есть, каждый день новые данные меня корректируют. Давайте посмотрим это на примере. Я так понимаю, что раз я говорю про байсовский подход, то где-то здесь спрятана теорема байса. Сейчас я ее проиллюстрирую. Вот это Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Они очень известны в мире тенниса. У них между собой прям противостояние века. Я сам теннисом не интересуюсь, но у них данные красивые, для примера отлично подходят. Итак, значит, они сыграли между собой 38 матчей за карьеру. И в 23 стабильно побеждает Рафаэль Надаль. Если вы посмотрите на общую статистику, то вы скажете, так, с точки зрения частоты Рафаэль Надаль выигрывает чаще. И, соответственно, будет справедливо сказать, что с точки зрения классического подхода к вероятности мы дадим большую вероятность, что в следующей игре выиграет Рафаэль Надаль. А теперь давайте попробуем инкорпорировать байсовский подход и воспользоваться новыми данными. Новые данные — это просто детальная статистика по типу покрытия, где они играют. Предположим, что мы знаем, что следующая игра будет проходить внутри помещения на покрытие типа хардкорд. Здесь мы видим, что у Роджера Федерера статистика-то получше будет. И, возможно, нам эти данные теперь надо как-то учесть. Вот здесь нам хорошо помогает теорема байса. То есть мы хотим оценить вероятность того, что Федерер выиграет следующую игру на хардкорте в помещении. Теорема байса. P от A — вероятность того, что Федеререр выиграет просто. Это моя приор пробобилити. Это 15-38. Он редко, ну, реже выигрывает, чем надаль. Поэтому я говорю, что 40% — это вот его… мой приор касательно того, как они сыграют. P от X — вот эта вот часть знаменателя — это вероятность того, что следующая игра просто-напросто будет на хардкорте. Они играют редко. У них всего 6 игр было на хардкорте. Вот она, 0.17. P от X при условии A — это вероятность того, что на игре в помещении на хардкорте выигрывает Федеререр. На хардкорте он чаще выигрывает, реже выигрывает. И мы видим 0.33. И последнее P от A при условии X — это вероятность того, что Федеререр выиграет. Простите. Федеререр выиграет. Подставляем сюда. Получаем уже 75%. Я поменял свою точку зрения. То есть сначала я думал, что Федеререр выиграет с вероятностью 40%. Общая статистика не в его пользу. Я получил новые данные. Новые данные говорят о том, что следующая игра будет на хардкорте. Я поменял свое мнение. Вот это вот и есть суть байосовского подхода. Вот эту вот теорему вы видели очень часто. Я уверен, что раз мы тут говорим про machine learning, все помнят про наивный байосовский классификатор, который года так до 2000-го использовался гуглами и майкрософтами, и все до 2010-го, простите. Использовался всеми для, я не знаю, спам-фильтров. Это просто классический. Вероятность того, что слово спам, надо посчитать вероятность, сколько оно встречается в спам-письма, сколько не спам, подставить сюда и бац, готово. Вот. Все классно, пока я работаю с вот такими точечными оценками. Когда я перехожу от точечных оценок к чему-то более запутанному и сложному, а конкретно когда у меня здесь законы распределения, какие-то те, которые я хочу исследовать, то уже все становится чуть-чуть интереснее. Я сейчас покажу на примере, о чем я говорю. Я беру классический датасет из исследования Эндрю Геллмана 2007-го года. Они наблюдают уровень радиоактивного газа радон в подвалах, в домах Швейцарии. Там большой датасет, там 819 наблюдений в разных районах, есть подвал, нету подвала и уровень радона. Даже логарифт, ну неважно на самом-то деле для иллюстрации. Давайте посмотрим в целом, как оно распределено. Я просто заглядываю в данные, это мой причек. Вот где-то мы видим, что в среднем уровень радона между единичкой и двойкой. 1,35, что такое 1,36. Вот где-то там. Что я хочу исследовать? Давайте исследуем самую, я не знаю, простую тривиальную вещь. Как подвал влияет на концентрацию радона? Я сделаю сразу предположение. Наверное, если подвал есть, концентрация радона выше. Мы сейчас посмотрим, так это или нет. Итак, вы скажете, при чем здесь BIOS-овские модели? Это решается обычной регрессией. Я с вами согласен. Итак, давайте выпишем модель. Предположим, что вот эта перемена basement, она будет единичкой, если подвал есть, и ноликом, если подвала нет. И, соответственно, наша мат-модель будет выглядеть максимально просто. Один регрессор, он же предиктор, и вот какая-то константа и случайная ошибка эписела. Нам здесь пока… Давайте обойдемся без крутых библиотек и просто посмотрим, что у нас есть внутри. Я сейчас возьму statsmodels и посчитаю эту регрессию. Прочитали данные, сформировали наши предикторы, log-radon, этаж, добавили интерцепт, сделали линейную регрессию методом наименьших квадратов. Давайте посмотрим, что она нам показывает. Итак, она нам показывает два коэффициента. В целом, как мы видим, это наш свободный член. И вот наш показатель возле этажа, который нам больше всего интересен. Мы здесь видим минус 0,5. Это значит, что если этажа нету, там нолик, то если подвал есть, там единичка, то мы, получается, единичку домножаем на минус 0,5 и получаем то, что уровень радона будет у нас чуть-чуть выше. Да, согласно нашему уравнению. То есть, да, все вот так. Все правильно, не запутался. Минус 0,5. Если подвал есть, то мы отнимаем от интерцепта. Нет. Если подвала нету, то мы не отнимаем. Все. Я запутался уже под вечер сам. Так. Если подвал есть, то мы не отнимаем. Если подвала нет, то мы отнимаем. Вот. Получаем нашу концентрацию. Итак. Теперь вернемся к нашей проблеме. У нас было достаточно данных для наблюдения. Вот я сказал, что в среднем по Швейцарии подвал влияет на концентрацию радона негативно. То есть, в среднем подвал есть, значит, будет выше концентрация радона в этом подвале. В машинлюрнинге очень часто говорят, что если вам кажется, что у вас много данных, вы задаете слишком банальные вопросы. Надо идти глубже. Давайте посмотрим это с такой точки со стороны. Я знаю в среднем по больнице, в среднем по Швейцарии. А если я хочу получить оценку по отдельным районам, как мне это сделать? То, что очевидно и сразу просится на арену, это… Ну, у меня есть районы, их там 60 с чем-то штук. Давайте я просто сделаю регрессию в каждом из районов. То есть, у меня была одна общая по всей Швейцарии. Давайте сделаем по районам. Ну, давайте. То есть, я говорю, что у меня есть не одна альфа и бета, а говорю о том, что у меня этих альфа и бета, она для каждого района своя. То есть, провожу вместо одной регрессии много. Хорошо. Опять я беру stats models и просто провожу много регрессий. То есть, для каждого района я, в принципе, делаю то же самое. Вот, делаю data frame. Сейчас мы на него посмотрим. Сейчас я выведу табличечку и мы посмотрим, какие у нас там есть данные. Итак, вот название нашего района и вот наши оценочки для альфы и беты. Если вы помните, альфа средняя по Швейцарии 1.36, бета средняя по Швейцарии минус 0.5. Что мы видим по альфе? Ну, все неплохо. Где-то она выше, где-то она меньше. Но в целом, ну, не знаю, может быть более-менее правдоподобно. Но альфа это на самом деле здесь свободный член. Он не так нам интересен. Нам больше интересно влияние подвала. Давайте смотреть на бету. 0.15, минус 1, минус 0.9, минус 0.23, 0, 0, 0. Плохо видно цвет, к сожалению. Минус 0.52, минус 2.2, минус 0.7. И видите, мы где-то даже не могли посчитать ни доверительные интерфалы, ни среднеквадратическое отклонение, ничего у нас посчитать не получилось. Почему? Ну, ответ очевиден. Для вот этого каунти у нас было 80 наблюдений, а для каунти под названием Wilkin у нас было 2 наблюдения. Ну, вот не конверджиться посчитать не можем, к сожалению. А есть такие, у которых одно наблюдение. Что делать? Можем ли мы для них получить какую-либо оценку? Вот. Вот это вот задача, которая меня довольно долго беспокоила. И после инвестигейта я нашел байсовский метод. Итак, теперь я покажу, что нам может позволить здесь делать библиотека под названием PyMC. Итак, PyMC – это пайтоновская библиотека. Она позиционирует себя как probabilistic programming framework. Вот. Это связь с вероятностью, о которой я говорил в начале. Она позволяет делать байсовский вывод, используя метод Монте-Карло. Она совместима с NumPy и Pandas. Ну, это не камильфобы, совместим с NumPy. Внутри ее используется TIANA. Кто не знает, это некоторый аналог… Это computational framework, аналог TensorFlow. То есть он ответственный за то, чтобы строить граф вычислений, оптимизировать его и так далее, и выполнять потом. Оно умеет выполнять его на GPU, что тоже классно. Ну, там комьюнити, все стандартно. Итак, давайте теперь, используя эту библиотеку и байсовский вывод, попробуем воспроизвести эту проблему и решить ее. Значит, сначала для демонстрации я покажу, как выполнить общую оценку по всей Швейцарии. Давайте попробуем повторить. Итак, я затаскиваю PIMC, читаю данные. Дальше оно поддерживает контекстный менеджер. И дальше что я делаю? Смотрите, я говорю, что у меня есть модель, математическая модель. У меня есть переменная A. Ну, будем называть ее альфа. Альфа, это с точки зрения PIMC, это нормально распределенная величина с математическим ожиданием 0 и среднеквадратическим отклонением 10. То есть, смотрите, я формирую свою альфу из того уравнения, которое я показывал, не как какой-то коэффициент, а как случайную величину. Я говорю, это случайная величина. Она где-то вокруг 0, 10 туда, 10 туда. Вот так вот. Причем, обратите внимание, этот язык, он понятен математикам. Это очень большой бенефит, я к нему еще вернусь. Бета. Бета. Я скажу тоже, я не знаю на самом деле, я не занимался никогда измерениями радона. Я просто делаю предположения. Как вы видите, эти предположения, они очень широкие. Я говорю 0, 10 влево, 10 вправо. То есть, это очень широкий приор. Это говорит о том, что в принципе мои изначальные ожидания говорят о том, что я плохо понимаю, где вот этот уровень радона. Это мои приоры. Мои приоры, звучит смешно. Итак, там у нас еще была эпсилон. Эпсилон это какая-то случайная ошибка. Давайте ее внесем в уравнение. Для нее я тоже делаю, моделирую ее как случайную переменную. Использую распределение. Это распределение каши. У него нет мат ожидания. Часто используется для случайного шума. Использую половинку, потому что у меня было плюс эпсилон. Пол каши это вот первый квадрант, то что больше нуля. Ну то есть, вот здесь будет какая-то маленькая эпсилон. Или не очень маленькая. Посмотрим. Вот сейчас я сформулировал свои изначальные ожидания о том, как эти величины должны быть распределены. Если бы я был специалистом, который ходит и меряет, у меня бы были более точные приоры. То есть, если бы я был специалистом, я бы пришел и сказал, так, но уровень радона должен быть 1,3-1,5. Вот я 20 лет этим занимаюсь, где-то там. Но я, к сожалению, не такой специалист, поэтому у меня широкий интервал. Можно пошутить про то, чтобы были бы заниженные приоры. А так они завышенные. Заниженные приоры, но это не в Швейцарии, это в другом месте. Итак, сформировал приоры. В русском языке его называют априорное распределение. Априорное, пусть будет так. Теперь я формулирую модель. Это то же самое уравнение, которое вы видели там. А плюс B умноженное radon data floor. Это переменная этажа. То есть, смотрите, A и B это случайные величины. А radon data floor это 0 или 1. То есть, смотрите, я здесь миксую типы. Вот она, сила полиморфизма. То есть, две случайные величины, и я перемножаю их на обычные числа. Это вообще круто. То есть, вот математики от этого просто в восторге. Я ваше это программирование не понимать. Вот формулы программируйте. Вот смотри, вот оно. Вот очень похоже на то, что было там на формуле. Это круто. Это большой плюс. Дальше. Теперь мне надо сказать о том, какой у меня Y. То есть, я сказал, что справа. Давайте скажу, что слева. Слева это вот у меня radon estimate. Это моя epsilon. И теперь смотрите. У меня есть наблюдение по radon. У меня есть целый data frame. Там наблюдение. Вот этот вот тип переменной, она вроде как случайная величина, но она особенная. В терминах PMC для нее у меня есть наблюдение. Вот я говорю, observe the data. И передаю туда то, что я насмотрел. Уровни radon. Все. Теперь мне осталось запустить чудеса метода Монте-Карло для маркевских цепей. Вот метод Монте-Карло для построения маркевских цепей – это на самом-то деле отличный топик для отличного доклада. Часа так на полтора, но он будет скучный. Его никто не будет слушать, потому что это непонятно. Вот. Поэтому я оставлю это за скобками, но в целом просто объясню, откуда берется эта проблема. В теореме Байеса наверху в числителе у нас есть P от A. Это наша изначальная вероятность или плотность вероятности. Она у нас, ну мой априор, он у меня есть. Супер. P от A при условии X – это функция правдоподобия. Она у меня тоже есть. Класс. Вот в знаменателе там засада, там P от X. То есть это вероятность самих данных. То есть вероятность того, что данные породила эта модель. Там по закону о полной вероятности оно превращается в интеграл от всех возможных параметров. Его не посчитать аналитически для сколь-нибудь сложной модели. Даже для простой модели его аналитически не посчитать. Поэтому, да, раз не можем посчитать аналитически, да вообще с аналитическим подсчетом интегралов, я так понимаю, большая проблема до сих пор. Мы будем считать его приближенно. Вот. И в принципе метод построения там марковских цепей, да, как мы уже узнали от Андрея, был известен очень давно. Метод Монте-Карло тоже был сформулирован очень давно. Но почему-то раньше вот так никто не решал. Просто потому что не хватало вычислительной мощности. То есть кто вообще не в теме, то метод Монте-Карло, он заключается в том, что я буду очень долго что-то делать. Очень долго. И рано или поздно получится более-менее адекватная оценка. И вот это вот очень долго, оно было, раньше упиралось, там, до начала 2000-х в производительность железа. Сейчас это уже не такая большая проблема, но некоторые мои продакшн-модели могут считаться по несколько суток до сих пор. И это при том, что мы используем GPU-шечки. Мы предлагали заказчику быстрее, но он не согласен с прайсом, как у Амазона стоят GPU-ноды. К сожалению, они очень дорогие. Поэтому он ждет, бывает, там, по сутке, сутки ждет, чтобы посчитать какую-то модель. Ну да ладно, значит, не можем посчитать в лоб, будем считать приближенно, будем считать численно. Давайте, вот посчитали. Давайте посмотрим. Нарисуем график. Вот мой график для альфа. Видите, где-то один… То есть там у меня была точечная оценка. 1.35 и минус 0.5. Здесь это распределение. То есть я же говорю, я оперирую здесь с распределением. Вот мое распределение, настоящее его мю, математическое ожидание, оказалось не 0, а вот где-то 1.36. И для бета тоже распределение. Я думал, что оно около 0, 10 туда, 10 туда. Но вот я вижу, что оно там 0, 0, 58. Вот где-то, ну справедливо. Я еще для эпсиона оценочку получил. Вот этот непонятный график – это прожиг. То есть вот этот сэмплер марковский, которому я на прошлом слайде сказал, выполнить 10 тысяч шагов, это то, как он использовал, подбирал параметры. Подбирал параметры и считал для них оценки. Лучше оно объясняет данные или не лучше. Обычно эти графики малополезны, но крутые статистишины, они вот так вот на них очень долго смотрят и говорят, да, прожиг был хорош. В целом проблемы бывают, когда у нас не вот такая вот гребеночка, а когда там есть вот, я не знаю, оно выравнивается, бывает, в линию. Это значит, что сэмплер буксует. Это значит, что он одни и те же значения пробует и типа не получается. А тут он прыгал, 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 прыгал и где-то остановился. Супер. Так, значит, получили, оценки похожи. Теперь барабанная дробь. Переходим к более детальным оценкам. Я вот вам равномерно, планомерно рассказываю о том, что байсовский подход работает хорошо, где мало данных. Это значит, что если я сейчас сделаю отдельную регрессию для каждого района, но вот этим вот методом все будет круто. Давайте делать. UnpulledModelWithPyMC. Что я здесь делаю? В принципе, то же самое. Я говорю, что у меня есть много alf, много bet и, в принципе, приоры для них те же самые. Среднее ожидание 0, квадратическое отклонение 10. Я говорю, не одну переменную мне сделай, а столько, сколько у меня районов. То есть много. И здесь radon estimate. Я говорю, что это а района такого-то, плюс б района такого-то, умноженное на наблюдение по radon. Та же самая y, та же самая observed data. И просим посчитать, просэмплировать и нарисовать, что у него получилось. Ждем. Вот получаю такой график. То есть смотрите, здесь у меня 89 распределений уже. 89. Смотрите, какие-то и вправду на самом деле там, где 1.36, а какие-то смещены вот там, где 0.8 где-то, а какие-то еще левее смещены, какие-то смещены правее. Ну, очень по-разному. Смотрим на bet. Alpha у нас и там была нормально, ну, на вид. Смотрим на bet. Как-то этот график покозявило, видите? То есть очень похоже на то, что где-то вот здесь вот есть отклонение. То есть что-то его туда раздвинуло. Ну, давайте посмотрим. Более детально. Alpha хорошие. Ну, выглядит reasonable, да? Как это часто говорят. Смотрим на bet. 13, 13, 381. Опять не то. Ну, не может он быть 13. Я говорил, что даже я плохо понимаю и давая ему 10 влево, 10 вправо, получаю 13, думаю, нет, не пойдет. Что получается? Получается, что я 20 минут вам рассказываю про замечательный подход, а он не работает. Вот. Но, раз уж я сюда пришел, давайте подумаем, что можно сделать. Просто порассуждаем логически. Вот есть разные районы. Они друг с другом соседствуют. Но неужели в разных районах будет прям радикально отличаться уровень радона? Я согласен. Может быть под конкретным домом, в каком-то конкретном месте, да, такой грунт, через который газ проходит лучше. Ну, выбросы есть всегда. Один, два, но не систематически же. Что я хочу сказать? Какой идее? Я предполагаю, и я думаю, что это адекватно, что все районы более-менее одинаковые. Где-то чуть-чуть больше, где-то чуть-чуть меньше. Но так, чтобы где-то было один, а где-то 13, ну, я не знаю, значит, там люди не живут, потому что радон радиоактивный вызывает рак легкого, быстрее, чем курение пачеки Мальбора. Поэтому, ну, такое. Вот, может быть, я могу эту информацию как-то инкорпорировать. То есть я хочу теперь в своей множественной регрессии сказать, да, я ничего не знаю о уровне радона конкретно в этом районе, но среднее по больнице такое. То есть я как бы совмещаю общую оценку и оценку по районам. Давайте посмотрим, как это сделать. И вот тут крутой по АМС говорит следующее. С точки зрения математики я выражаю это следующим образом. Та же самая отдельная оценка для альфа и бета, для каждого района, си каунти район. Но альфа и бета, они сами по себе будут уже не точечными оценками, а случайными величинами. То есть как бы, знаете, как в фильме «Начало» мы должны идти глубже. Вот я иду глубже и выделяю то, что называется гиперприорами. То есть там гиперприоры. Это смешно. Я вот, я сколько уже рассказываю этот доклад второй раз. И только сейчас мне стало смешно от слова гиперприоры. Простите. Итак, что я говорю. Там я говорил, что у меня альфа и бета. Их много, но каждая из них это случайная величина, распределенная вокруг нуля с среднеквадратическим отклонением 10. А здесь я говорю, что альфа и бета это случайные величины, нормально распределенные вокруг другой случайной величины с дисперсией, простите, со среднеквадратическим отклонением другой случайной величины. А вот описание, то есть вот это мое мат-ожидание для альфы, случайная величина, мат-ожидание для сигмы, мат-ожидание для беты, мат-ожидание для сигмы беты. То есть я как бы делаю случайную переменную от случайной переменной. Спасибо, я вложусь, обещаю. Что получается? То есть по сути сейчас я ему говорю, это случайные величины, но они уже сами распределены вокруг группового общей оценки. Опять дальше epsilon, формулируем уравнение, как в прошлый раз. Сейчас рисуем y, сообщаем observed data, делаем trace. Бам. Смотрите, какие я красивые получил беты. То есть сейчас у нас были проблемы с Вилкином, у нас были проблемы с Николет. Почему? Потому что для них было мало наблюдений. Сейчас для них все равно мало наблюдений. Но у меня есть дополнительная информация о том, что не должны они сильно отличаться. Поэтому вот возьми мои изначальные ожидания, наложи на них мало данных. Да, я получу маленькое отклонение, но согласитесь, оценочка минус 0,7 или минус 1, она сильно ближе, чем то, что я получал в виде 13. Вот. Посмотрим на этот график. Смотрите, видите, беты здесь у меня уже равномерно рядом друг с другом. То есть мы все равно видим, что кто-то отличается, это нормально. Какие-то районы уползли, где-то больше, где-то меньше. Но я уже не получаю того, что где-то данные адекватные, а где-то вот такие вот интервалы и ничего не знаю. Ни confidence не знаю, ничего не могу посчитать, ни гипотезу потом протестировать. Оценку не получил, ни 0 гипотезу не проверю, ничего не проверю. Здесь все есть. Что в этом деле круто? Круто то, что байесовский подход на выход выдает вероятности. Он не выдает, то есть там нет метода наименьших квадратов. Там есть сэмплер, который упорно делает нам, по сути, вытаскивает сэмплы из вот этих вот распределений. Соответственно, все вопросы, которые мы задаем, он на них отвечает тоже вероятностью. То есть очень удобно делать там какой-нибудь hypothesis testing. Очень удобно строить потом какие-то симуляторы. То есть у нас, у меня был опыт, это продукты для тестирования восприятия продуктов на рынке. И мы там прям строим симулятор, в котором в режиме реального времени можно типа сказать, какой у меня есть продукт, а он говорит, ну вот его купят с вероятностью такой-то. То есть вот этот вот подход, он оказался довольно мощным. И учитывая особенности того, что использование байесовской концепции позволяет нам преодолеть то, что во frequency подходе преодолеть не удавалось, мы приходим к тому, что это отличный фреймворк для построения любых моделей. Я вначале сказал, что я спускаюсь на ступеньку ниже от нейросети и всего остального. Но ведь что я только что вам показал? Я вам показал инструментарий для имплементации математических моделей. В данном случае это была линейная регрессия. Можно сделать классификатор, скажем, логистическую регрессию. Для этого нам надо будет специфицировать сигмоид преобразования. Несложно. Можно сделать, вот юное дарование сегодня показывало, как работает простейший перцептрон. Две матрицы и передаточная функция. А что нам не дает ее задать? У него тоже среди передаточных функций был сигмоид. У каждого сигмоид 1 деленное на 1 плюс e в степени x, где x это наша утилити функция, например. То есть ничего не мешает нам это делать? Байсовский подход это не новая модель. Это нельзя сказать, а что лучше, байсовский подход или нейросети. Байсовский подход это то, как он решает задачи. Есть метод наименьших квадратов, есть метод максимального правдоподобия. А можно сделать байсовским подходом, который будет не стараться максимизировать функцию правдоподобия, а вытаскивать сэмплы. Вот в этом-то идея. Поэтому это не про нейросети и даже не про классическую статистику. Это про то, как можно взглянуть на вопросы машинного обучения с другой стороны, а сверху уже наворачиваете нейросети, пожалуйста, классические методы предсказания, метод опорных векторов, да, можно сделать, линейную регрессию, да, логистическую регрессию, мультиноминальную, лассо, то есть, пожалуйста. Более того, это сделать несложно, потому что мы открываем Википедию, смотрим на уравнение преобразования и задаем его в таком виде, в котором, в принципе, оно почти так и выглядит. Да, экспонента, один разделить, умножить, ну, все просто. Вот, и поэтому задача, вот для меня, как человека, который позиционирует себя больше программистом, чем математиком, для меня становится вообще очень удобно, потому что если профессиональный сайентист, да, дает уравнение, мне довольно просто перенести их теперь в код, потому что, ну вот, вы видели сами синтаксис, он простой и понятный. Единственная задача, да, остается в формировании приоров. Ну, как я показал, да, если данных много, то даже плохие приоры приведут к правильному решению. Если данных мало, то, ну, то, во что мы сначально верили, то в то и мы продолжим верить. Но даже на маленьких данных, да, мы уже можем прослеживать тенденции, да, куда двигается наше ожидание. Вот товарищ, который к нам приходил, о котором я говорил, о проблеме с коронарными артериями, он говорил, данных мало, но даже пока непонятно, куда копать. У меня есть ученый, который занимается этим вопросом, и вот он говорит, что мой прогноз смертности при симптоме X такой-то, а вот в какую сторону? Классические методы не позволяют ему получить оценку. Байсовский метод, несмотря на маленькое количество данных, позволит ему уже понять, а в какую сторону, да, вероятность увеличивается от его изначальных ожиданий или уменьшается. То есть, да, это неполноценная предиктив модель, но вот конкретно этому товарищу, она дает очень важную для его научной работы информацию. То есть, он уже видит, что его предположения, да, они сдвигаются куда-то. Пусть еще не доказано, да, но это уже гипотеза, да, и с гипотезой можно дальше работать. А если статистический метод оценки не дает, то и работать дальше нельзя. Вот в этом-то и идея. Итак, вот на этом слайде ничего не видно, но здесь задумано показать то, как было рассеяние большое со старым подходом и какое оно стало кучно с новым подходом. Поскольку не видно, я покажу на пальцах. Было, значит, вот так, а вот так сжалось. Вот, ну, простите, я… В прошлый раз контраст был классный, поэтому все было видно, но я это учту. Вот, я скину вам вот две книжечки, я считаю их великолепными. Вот это для инженеров, вот это для тех, кто хочет понять, как работает байсовский метод, как работает вот вся вот эта вот магия внутри. Ее тяжело освоить, но вот, знаете, если задаться целью, то получается. Вот, сфоткайте. У меня там еще один самый важный слайд всей презентации. Вот, вот эта, кстати, книжка бесплатная, она в общем доступе лежит, ее можно выкачивать. Вот эта на Амазоне стоит 30 с чем-то долларов. Видите, знания дорогие. Говорят, что университет утратил монополию на знания, но вот эту книжку найди сложно. Так, и последний слайд. Я вот здесь, это QR-код, по ней фидбэк-форма. Я очень люблю фидбэк. Если у кого есть, что мне напихать в эту дырочку жалоб и приложений, пожалуйста, скажите вообще, как вам я правильно делал. Я, честно говоря, не знаю, как воспринимается то, что я говорю аудиторией, поэтому скажите вам. Может, я что-то не то рассказываю или как-то не так. Я буду рад любому фидбэку, позитивному, негативному. Поэтому вообще большое вам спасибо. Вы меня дослушали. Это очень круто. Спасибо. Спасибо за доклад. Я начну с ответа. Ваш стиль изложения очень понравился лично мне, поэтому фидбэк крайне позитивный. Это первое. А теперь все-таки вопрос. Смотрите, когда мы построили какую-то модель, вы, например, говорили про модель, с помощью которой мы прогнозируем успешность нового продукта на рынке. Может ли возникнуть такая ситуация, что сама эта модель в будущем будет влиять на рынок? Я примерно объясню два сценария, которые могут произойти. Вариант первый. Вы сделали настолько классный, успешный продукт, который очень классно все предсказывает. Все компании начали им пользоваться. На какой-то момент все получили абсолютно одинаковый прогноз рынка. Все сделали абсолютно одинаковый продукт. Из всех этих продуктов выжил только один. Один вариант. Соответственно, эффективность вашей модели резко станет хуже, потому что все просто попадут в точку очень высокой концентрации. Второй вариант. Все начнут делать похожие продукты, и, скажем так, аудитория к ним настолько привыкнет, что за счет того, что изначально эта модель была построена, все будут уже ждать этих продуктов, и сама эта модель будет, скажем, в позитивную обратную связь входить и уже формировать дальше рынок. Ну, то есть есть у вас какие-то комментарии по этому вопросу. Спасибо. Простите, как вас зовут? Владимир. Владимир, я запомнил. Итак, во-первых, спасибо за бальзам на мою душу. Вы так приятно обо мне отзываетесь. Насчет вашего вопроса непосредственно. Давайте я вам задам вопрос в ответ. Вам приходит опрос от компании Apple, в котором спрашивают, а вам нужен 3,5 мм джек? Что вы ответите? Ну, я гитарист, я другим джеком пользуюсь. Я предполагаю, что большинство в этой аудитории ответит, да, мне нужен. Apple, скорее всего, построила модель, которая сказала, что людям, скорее всего, 3,5 до сих пор нужен. Потом они сказали, нам на это плевать, и модель стала управлять рынком. И за ними Samsung, кто там еще, Xiaomi, и все остальные начали отказываться от джека 3,5. Маркетинг-исследования, они одновременно и хороши, и плохи тем, что они настолько большие, и это не про факторный анализ, и не про байзовский анализ, это про эконометрику, behavioral psychology, это про даже стиль, как вы собираете информацию, среди кого вы информацию собираете. То есть там целые науки, теория планирования эксперимента, теория факторного анализа. И в целом, немножко в этом покопавшись, я могу сказать, что большинство делают сюрвеи, статистические исследования, плохо. Делают их хорошо, очень крупные компании, которые делают их по много месяцев и за много десятков миллионов долларов. И поэтому многие наколеночные решения, к сожалению, получаются не очень крутыми и предсказывают реальность, которая, скорее всего, будет отличаться от того, что есть на рынке. Однако, у нашего заказчика были очень крупные клиенты, которые, по сути, являются тренд-сеттерами. И это значит, что ихнему маркетинг-отделу они и так знают, что если они выкатят такие продукты на рынок, то его все равно схавают. И, скорее всего, они понимают, что вот эта вот оценка, она не точная, потому что она очень много чего не учитывает, потому что модель – это всегда упрощение реального мира. Но крупные компании, бюджет планируется на один код, маркетинг-департмент – это 300 миллионов долларов. Нам нужны цифры, которые бы хоть что-то объяснили. То есть, к сожалению, нет хорошего ответа на этот вопрос. Да, может такое быть, что модель начинает управлять рынком. Может быть такое, что прекрасно подобранный сервей, просто отличный, прогнозирует продукту ошеломительный успех, а он проваливается. Например, взрывающийся телефон Galaxy S7. Я думаю, что все изначальные исследования показывали о том, что… Давайте так, Galaxy S8. Я думаю, что все исследования касательно Galaxy S8 должны были, скорее всего, прогнозировать сумасшедший успех, потому что это трендсеттеры, это бренд, это технологии. Продажи низкие, потому что исторический фонд взрывающейся предыдущей модели и обилие мемасиков в интернете с огнетушителями играет свою роль. Вот эта роль, она в модели не учтена. Поэтому нет классного ответа, хотя хотелось бы. Спасибо. Мне что? Конкретно вопрос касательно… Я занимаюсь обработкой сигналов. Мне очень интересно, вот как можно тут… Байерса, да, метод? Да. Байсовский вывод. Да. Можно ли его использовать как альтернативу к математической корреляции и фильтрации Калмана? Вот, например, если это сигнал. Я имею, например, выборку по сигналу и имею несколько экземпляров одной и той же выборки, например, 10. То есть у меня количество точек, например, 100 и 10 выборок по 100, да? Так. Могу ли я сделать оценку методом Байерса, сказать, что это… То есть выделить сигнал, например, из шума, да? Зашумленный. Я понял ваш вопрос. Пожалуйста. И ответ будет следующим. Если у вас есть сэмплы, если вы знаете преобразование, да, какое вы хотите к ним применять, да, преобразование, как вы сказали, Калма, да, вы знаете его уравнение, у вас есть сэмплы, вам не хватает только вашего изначального ожидания. Вот. Если у вас это ожидание, вот у вас его нету, это изначальное ожидание о том, как сигнал, да, как сигнал распределен, какие коэффициенты влияют на распределение сигнала, вы можете воспользоваться байерским подходом, сформировать широкие приоры, если у вас будет достаточно данных, то он, ну, обеспечит вам адекватный конвердженс модели. То есть в принципе можно применить, да? Можно попробовать применить. Ага, я понял, потому что я применял на меньших квадратах, он не дал никакого результата. Можно попробовать применить, согласен, да. То есть стоит брать и экспериментировать с приорами, пробовать разные типы распределений. То есть я не знаю, какое оно у вас, постоянное, континьюс или дискретное. В PIMC есть три десятка разных распределений, Бернули, Каши, Пуассона и так далее. Я уверен, что вы, поэкспериментировав, найдете свое. То есть, да, везде есть распределение, оно описывает, да, какую-то, как бы объяснить, нормальное распределение хорошо описывает физические величины, температура, концентрация газа, распределение Пуассона хорошо описывает часто повторяющийся процесс. Например, каждый день вы отсылаете смс-ки. Почитайте про распределение, поймите, какое из них хорошо описывает ваши данные и попробуйте. Я думаю, что что-то получите. Спасибо огромное. Не за что. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще люди… А, вот, хорошо. Пожалуйста. Здравствуйте. Большое спасибо за доклад. Первый технический доклад, так скажем, на сегодня, именно конкретно с точки зрения математики. Еще. У меня, собственно, такой вопрос. Хорошо. Вот мы рассматривали раньше просто, допустим, линейную регрессию. Мы решали методом наименьших квадратов. Мы знаем, что метод наименьших квадратов сильно чувствителен к выбросам. Что происходит здесь? Я не могу просто нарисовать картину. Я понял. Смотри. Метод наименьших квадратов действительно чувствителен к выбросу, потому что у нас сразу среднеквадратическое склонение, поскольку оно потом, ну, как в квадрате, оно очень сильно влияет. Здесь, если выбросов мало, то мало данных, мало повлияет на приор. Соответственно, если у вас был приор, хорошо сформулированный, 100 наблюдений, из них 2 выброса, вы его даже не заметите по итогу. Вот. Поэтому толерантность к выбросам значительно выше, я бы сказал. Ну, хорошо. Хорошо. И чего цивилического выброса? А если половина данных это выбросы, значит, не выбросы. Какой, собственно, вывод про подвал и городок? Про подвал вывод следующий. У меня была презентация про прогнозирование президентских выборов. Я ее делал до начала президентской кампании, а потом, когда увидел, что происходит в СМИ, я подумал, что надо что-то поменять, потому что, ну, нечего народ баламутить, непонятно чем, политикой. Я пошел на Open Data и начал искать какие-нибудь хорошие данные из Украины. По экологии там всего три открытых источника. Я думал, ну, может, загрязнение воздуха в разных областях или качество воды. Ничего не нашел. Вот в Украине, к сожалению, с Open Data проблема. Я не знаю, согласны или солидарны ли вы со мной в этом, но с Open Data у нас конкретная беда. Поэтому я взял классический пример. Вот. И этот классический пример, он, понимаете, чем хорош? В том, что в книжке Эндрю Геллмана уже написано о выводах. Вывод, подвал, конечно же, увеличивает уровень радона, как, в принципе, и предполагалось. И, прости, что я сейчас договорю. Вот тут вот кроется большая проблема, краеугольный камень байсовского вывода. Если вы посмотрите в датасет и будете на основании того, что увидели в датасете формировать приор, это ошибка. Потому что вы нарушаете причинно-следственную связь. Ваше первичное ожидание корректируется приором, а не приор формулирует ваше первичное ожидание. Поэтому вот хороший момент, который я вспомнил. В общем, подвал негативно влияет на концентрацию радона. Спасибо. Его больше становится. Вопрос еще про случаи, когда недостаточно данных. Все-таки если выбор недостаточно мощный статистический, то велика вероятность ошибки. Как принимать решение, зная какую-то тенденцию, вычислив, как понять риск ошибки, сколько он будет стоить и так далее. Все же сводится к тому, чтобы принять решение. Какие еще есть… Да, я понял. Если статистических данных недостаточно, то выход будет очень близок к приору. Соответственно, приор в реальном деле формирует аналитик. Аналитик компании приходит и говорит вот так вот, это моя гипотеза. Если данных было мало, то результат будет говорить, что ну вот в то, что ты верил, вот в принципе мы не ушли от этого далеко, мы ни опровержения, ни подтверждения не получили. Вот он будет принимать решение после этого. То есть наш апостериор он будет говорить, что вот приор такой же, как и был. В моем случае, если бы данных не хватало, я бы видел центр возле нуля с вот такой вот дисперсией на 10 влево, 10 влево, 10 влево, 10 вправо. Ну не 10, 9 и 8. То есть оно бы почти не поменялось. То есть это уже свидетельство того, что оно не поменялось, это уже в целом говорит о том, что ну вот вы верите в то, что верили до этого. И дальше аналитик департмент либо сервей должен передизайнить, либо скажет, ну гипотеза подтвердилась. То есть сложно, да? Нету Т-критерия, П-статистики, вот нету. Нет дворца. Нет дворца. Спасибо большое. А у нас и для вас тоже есть вот так вот. Спасибо. О, мой паспорт. Благодарю. Вы можете ехать домой. Да, 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 да.